Ненецкий округ присоединился к всероссийским акциям, приуроченным в годовщине снятия блокады Ленинграда. В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады волонтеры Победы проводят ряд мероприятий, посвященных этой памятной дате. Первыми окунулись в историю окружные школьники и студенты. В социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского прошел исторический квест. Тему продолжит Александра Литкова. По звездочкам? По погонам? Точно. Так, блин, я изучала погоны. Определить по фотографии, кто из представленных людей генерал для десятиклассницы Вероники Котовой было не самым сложным заданием. Сложнее было определить по азбуке Морзе место наступления вражеских войск. Впрочем, всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда» для того и проводится, чтобы молодое поколение могло на себе почувствовать, что пришлось пережить жителям осажденного города. Мне всегда была очень интересная история наших предков. Я считаю, что ее нужно чтить, помнить. Это был подвиг наших предков. И я считаю, что это отличная возможность проверить свои знания и почтить нашу историю. Потому что это была великая история, что 872 дня блокады – это действительно нужно об этом знать. И я хочу, чтобы мои ребята, с которыми я тоже очень хорошо общаюсь, тоже приобщались к истории и тоже ее изучали хорошо и знали. Участники должны пройти 8 станций и на каждой выполнить задание. Например, определить вес нормы выдачи блокадного хлеба. На ответ отводится всего 7 минут. После выполнения задания команда получает подсказку, указывающую на следующую локацию. Такой формат мероприятия выбран не случайно, поскольку дает возможность изучать историю в увлекательной форме. На участие подали заявку 8 образовательных организаций. Ну, соответственно, 8 команд сегодня примут участие. Все будут проходить по определенным станциям, заранее уже определенным. И соединены они одной сюжетной линией, которая основана на реальных событиях. Это и воспоминания ветеранов, и исторические справки. Команда Сергея Безумова справилась со всеми заданиями на отлично и заняла первое место. Как признается сам Сергей, к истории у него особый интерес. Хочу узнать, как там мы жили. Все побольше узнать об этой ужасной войне и об логателе Ленинграда. Мы зашли недалеко от нас. Второе место разделили сразу несколько команд. Это сборные 4-й и 1-й школы, Ниньского аграрно-экономического техникума и 3-й школы. Третье место досталось команде Ниньского профессионального училища. Все участники получили дипломы, грамоты и поощрительные призы. Александра Литкова, Леонид Шушелов, Телеканал Север.